В Казахстане продлили действие моратория на проверки малого и среднего бизнеса еще на год. Соответствующий указ подписал глава государства. Напомним, что моратория действует в стране с января 2020 года. Местным исполнительным органам запрещается проводить проверки и профилактический контроль предпринимателей с выездом на места. В частности, это касается субъектов микробизнеса. Допускаются внеплановые проверки, предусмотренные предпринимательским кодексом. 40 миллионов тенге выплатит Атырауский нефтеперерабатывающий завод за загрязнение экологии. Нарушения выявили по итогам проверок экологов. Оказалось, что предприятие превысило норму предельных допустимых выбросов в атмосферу. Также внеплановые проверки на четырех установленных предприятиях показали систематическое повышение нормативов эмиссии. Сейчас все материалы дела направлены в суд. Его решением уже наложен штраф на сумму более 5,5 миллионов тенге. Отметим, что в рамках национального проекта «Жасыл Казахстан» предприятие до 2025 года обязалось на 25% сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Избежать дефицита поливной воды в Кыргызстане помогли обильные осадки. По этой же причине живительная влага поступила в Казахстан в достаточном объеме. Об этом заявил директор службы водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызстана Алмазбек Сакеев. Но что еще оптимистичнее? В следующем году осадков ожидается еще больше. Еще одна причина обеспечения крестьян поливной водой – инвентаризация растительных систем. До недавнего времени каналы, ирригационные сооружения и водозаборы находились в руках местных органов власти, отдельных крестьянских хозяйств или фермерских объединений. Для того, чтобы комплексно решить проблему водоснабжения и полива сельскохозяйственных угодий, вся эта инфраструктура переведена в ведение службы водных ресурсов. Централизованное управление позволило провести огромную работу по восстановлению эффективности работы ирригационных систем, в том числе и межгосударственного значения. К слову, модель совместного содержания инженерных сооружений, совместного водопользования на примере Казахстана, кыргызские чиновники намерены предложить и Узбекистану. Однако, кроме бюджетных денег, водники предлагают привлекать иностранные инвестиции и гранты. Планируется разработать кыргызско-узбекский проект о реконструкции инженерных сооружений Касансайского водохранилища. Документы для рассмотрения будут поданы во Всемирный банк. Мы сейчас со всеми сторонами работу ведем. А, допустим, Казахстан 79 миллионов в тенге выделил. В этом году мы увеличим до 119. Вот буквально завтра у нас что-то лазерная комиссия будет, мы будем еще увеличивать финансирование. Потому что кыргызская сторона увеличивает финансирование ремонта, даже и казахская сторона. Но Казахстан в этом году более чем на 50 миллионов долларов нам произвел замену конусного затвора Кировского водохранилища. То есть мы со финансирование увеличиваем. Европейский союз намерен запретить поездки и заморозить активы новых российских чиновников и военных в рамках очередного, уже девятого пакета санкций, призванных усилить давление на Москву из-за войны в Украине. Предложения были внесены исполнительной властью Евросоюза, Европейской комиссии. Пакет будет также включать экспортные ограничения на поставки беспилотников двойного назначения и их компонентов. Прежде чем войти в силу, эти меры должны быть обсуждены и одобрены всеми 27 странами-членами Евросоюза, и этот процесс обычно приводит к смягчению предложений комиссии. Новыми санкциями надеются нанести ощутимый удар по российской оборонной промышленности и банкам, а также лишить России доступа к беспилотным летательным аппаратам. Кроме того, Европейская комиссия рекомендует членам ЕС принять меры против энергетического и горнодобывающего сектора России, в том числе ввести запрет на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность, а также прекратить вещание российских телеканалов в Европе. С тех пор, как в феврале Владимир Путин начал вторжение в соседнюю Украину, Еврокомиссия разработала 8 раундов санкций против России. Пострадали банки, компании и рынки, даже части чувствительного энергетического сектора, и более 1200 чиновников подверглись замораживанию активов и запрету на поездки. Но экономика 27 стран государств ЕС, уже пострадавшей от пандемии COVID-19, теперь борется с ростом инфляции, высокими ценами на электроэнергию и природный газ. Одобрить новые санкции становится все труднее, поскольку они также имеют свою цену внутри Евросоюза. Во-первых, мы предлагаем добавить в наш санкционный список еще почти 200 физических и юридических лиц. Сюда входят вооруженные силы России, а также отдельные офицеры оборонно-промышленные предприятия, депутаты Государственной думы Совета Федерации, министры-гувернаторы и политические партии. На фоне всплеска случаев птичьего гриба, правительство по всей Европе готовится принять дальнейшие меры для сдерживания потенциально опасной эпидемии. В нескольких странах уже забиты миллионы сельскохозяйственных птиц, а в некоторых местах действуют и другие меры, включая сдерживание домашних пернаток в закрытых помещениях. Производители размышляют над тем, как минимизировать убытки. В последние месяцы число вспышек резко возросло, особенно пострадали Франция и Германия. Вирус сохраняется в течение лета и, как ожидается, достигнет новых пиков зимой. Из-за выборовки и других ограничений, применяемых в производстве, есть опасения по поводу поставок праздником продуктов из птицы, включая фуагра и рождественских индеек. Вирус обычно передается от диких птиц в сельскохозяйственных, где он может быстро распространяться в тесных загонах. Случаи птичьего гриба зарегистрированы и в других зоопарках Германии, в том числе в Грайсфольде, Карс-Луре, Ростоке и Гейдельберге. Карс-Луре, Ростоке и Гейдельберге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова